Что ж, всем привет, с вами Дзива, добро пожаловать на мой канал, сейчас мы с вами посмотрим дочек от Закатнута, моя дочка что-то видит, интересно, поехали смотреть. Всем привет, вы любите фильмы ужасов? Да, я про те самые, где главные герои постоянно разделяются, в любой непонятной ситуации выскакивают скримеры, а дети из этих фильмов... Спасибо. Извините, так вот, а дети из этих фильмов постоянно кого-то видят или заводят воображаемых друзей, но им, разумеется, никто не верит. Капец, вы что, фильмы не смотрите? И вообще, вы когда-нибудь задумывались, нахрена призраки этим занимаются? Ну, я про пугалки всякие, светом балуются, качели раскачиваются... А чё им ещё делать? Типа, ха-х, какая-то реакция. Под одеялок тебе вечно залезть пытаются. Ну, то есть... Я злой призрак из прошлого, пришёл проклясть твой рот и уничтожить всё, что тебе дорого. Рот. Но сперва я покачаюсь в кресле-качалке и похлопаю шкафчиком в ванной. Топ-топ-топ. Даже добрые призраки постоянно хернёй страдают. Вместо того, чтобы чётко сказать или написать инструкцию, они с полфильма будут доводить главного героя до истерики своими появлениями, знаками и очень содержательными надписями на стенах. Берегись. Немного отвлёкся. Я это к чему вообще? Тогда бы все фильмы, я не знаю, заканчивались бы, наверное, секунд за 30. Это просто мы с вами вряд ли когда-нибудь окажемся в ситуациях, описанных выше. В реальной жизни призраки, к сожалению, а может и к счастью, не так охотно идут на контакт. Но в случаях, когда сюжеты дешёвых ужастиков проникают в нашу жизнь, становится не по себе. Сегодня я расскажу короткую, но занимательную историю, после которой кто-то из вас, возможно, будет... У меня такое ощущение, что я не знаю, на какой-то канал фантома что-ли попала. Спать этой ночи кто-то из-за страха, а кто-то будет залипать в мех-арене, крутом динамическом шутере на здоровенных мехах. Роботы и маяфируй свои врага багажник. Не вырвем в истории игры боевых игры. Посылки сяк. Кампот. Не опаздывай. Кампот. Когда у вас появляется ребёнок, становится немного труднее проводить свой досуг. В плане ресторанов, кинотеатров и так далее. По крайней мере, поначалу, когда ребёнок ещё совсем маленький. Не поведёшь же грудничка второго веном осмотреть. Тем более, он ещё первого не видел. Но в таких ситуациях на помощь приходит она. Герой, которого мы не заслуживаем. Бабуша? Герой, что не даст умереть от голода и замёрзнуть без шапки. Герой, имя которому... Бабушка. Ну, или моя мама. В тот вечер мы с супругой захотели сходить в кинотеатр. И на помощь позвали маму, чтобы она ненадолго посидела с внучкой. Разумеется, они оба не были против. Мы тогда неплохо провели время. Сходили в кино, покушали в кафешке и довольны вернулись домой. Где нас ждала уже не настолько весёлая бабушка. А дело было вот в чём. Буквально за час до нашего прихода бабушка повела внучку купаться. Они плюхались, смеялись. Короче, всё шло по плану. До тех пор, пока моя дочка в один момент не взглянула за спину бабушки со словами... О, папа! Уже вернулись, что ли? Быстро вы, я думал. Но за спиной у бабушки был только тёмный пустой коридор, в котором не было папы. Как хорошо, что я смотрю, это не ночью. А представь, девочка такая... Ой, а я видела там маму с папой в кино. Дети вот так вот делали. И потом взрослые смешно реагировали. Она такая, сделаю-ка я так же. В спине пробежался холодок. Но она продолжила купать внучку с мыслями, что то и просто что-то показалось. Ребёнок тем временем не переставал смотреть в сторону двери. И спустя несколько секунд после первой фразы произнесла... О, дядя! В этот момент мама оцепенела. Она вся покрылась мурашками и боялась даже оборачиваться в сторону дверного проёма. Понятно, что там никого не было. Или она его не видела. Но воображение уже было не остановить. Решившись всё-таки встать и повернуться, мама сразу закрыла дверь в ванную. После чего дочка перестала туда поглядывать. Закончив купаться, мама уложила ребёнка спать. А сама пошла включать свет во всём доме. Чтобы не так страшно было нас дожидаться. Рассказав эту историю, она поехала домой. Мы с женой переглянулись и нервно улыбнулись. Это было очень больно. Я даже забыла, что хотела сказать. Типа досвидули, что-то такое. Я перебью немножко, вспомнила... Вспомнила я, когда ванна... Знаете, ванна стоит, и там же как бы... Она же на ножках стоит, да? И обычно спереди прикрывают такой штучкой, и там всё равно зазорчик небольшой есть между полом и этой штучкой. Как, я не знаю, занавеска для ванны, я не знаю. Просто вот ванна на ножках, да? И вот тут она ставится, как бы внизу. И мне всегда казалось, что меня кто-то схватит за ногу в этом вот маленьком проёмчике. И поэтому я ноги постоянно поджимала, когда зубы чистила там или умывалась. А история с дверью это вообще отдельная тема. Типа, закрыть дверь ванну это очевидно понятно. Но, типа, если это призрак, то как его вообще дверь остановит? Правильно я говорю? Да, но всё равно очень стрёмно. Ты быстрее, быстрее смываешь это всё с лица. Вот. И было очень больно. Ах. Поехали с друг другу в надежде, что у моей мамы просто богатая фантазия. И пошли спать. Но на этом всё не закончилось. Ночью жена просыпалась, чтобы сходить попить. И уже возвращаясь в постель, проходя мимо детской кроватки, она увидела, что ребёнок сидит в ней. И не двигаясь, смотрит куда-то на потолок. Уложив дочку обратно в кроватку, супруга пошла спать. Но на потолок, на всякий случай, решила не смотреть. С тех пор мы не наблюдали каких-то странностей в поведении дочки, но история бабушки запомнилась надолго. Ванну при купании мы теперь всегда закрываем, а стоять спиной в сторону коридора стало как-то неприятно. Как я и говорил, сюжеты различных ужастиков иногда кажутся смешными и нелогичными, но пока это не произойдёт. Класс! Ненавижу скример, блин, она ещё такая... Такие мерзкие бывают! Короче. Стрёмная история. Если это было на самом деле, то я бы, не знаю, я бы очень боялась с моим... Как мне говорили, что я очень... Ну, как-то забыла слово. Восприимчивая, что-то такое. Я бы, наверное, вообще спать не могла без света. Крепота. А, ладно. Спасибо огромное за просмотр. Я надеюсь, вы смотрели это не ночью. Вот. Ну, а если ночью, то... Соболезную. Да. Если что, я с вами, всё хорошо. Если вас кто-то схватит под кроватью, кто-то схватит вас за ногу, вот, то не переживайте. Это котик. У вас нет кота? Есть. Это он забрёл. Всё нормально. Просто скажите, кыш отсюда, балахастый. Вот. И 100%... 0,5... 0,0... 0,0,0,0,5% что это сработает. Ладно. Всё. Хватит. Хватит. Я слишком испугалась этого скримака последнего. И мне прям... Ладно. Спасибо огромное за просмотр. Всё. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok